О чем сообщает издание Newsweek? Подразделения элитных частей российской армии, воюющие в Украине, потеряли убитыми, ранеными или пропавшими без вести от 30 до 40% личного состава. Об этом сообщают журналисты вот этого издания со ссылкой на представителя оборонного ведомства одной из европейских стран. Мы с вами говорили о том, что 300 человек, ну я не верю, кстати, в цифру 300, не знаю, это мое личное мнение, я думаю, что гораздо больше, но тем не менее 150 сейчас на фронте, как он сказал, 150 еще не вовлечены в эту войну. Значит, что происходит дальше? 40% профессиональных военных, как они утверждают, они потеряли. И что тогда происходит? Чем могут рекомендовать этими воевать? Какой потенциал у всего того, что они сейчас делают? Ну, точно мы не знаем. Вот ощущение у меня тоже, что потенциал тает. У меня тоже ощущение, что когда они роют окопы там в Крыму, то это уже безнадеги от безысходности. Но при этом, даже если они потеряли 40% профессионального состава, а мы с вами знаем, сколько там вагнеровцев было? Не знаем. А мы с вами знаем, сколько из зэков, которых там вагнеровцы себе нагребли, сколько из них, так сказать, в общем нормальные, достаточно боевые? Мы с вами не знаем. Поэтому мы там со свечкой не стояли, вы понимаете? Тем более данные о потерях. Ну, сколько мы видели вот этих вот брошенных трупов по всей Украине? Ну, кто их считает? Ну, какая там иностранная разведка может их посчитать? Ну, слушайте, я бы всерьез не воспринимал эти данные. Здесь есть еще одна история. Значит, Институт изучения войны сообщает о том, что Кремль пытается настроить население России на будущее волны мобилизации. Однако, как утверждают аналитики, такое решение не исправит внутренние ограничения российской военной мощи, доступной для войны против Украины. Сегодня Путин, и вы, кстати, с этого начали, сказал о том, что мы пока не планируем призывать людей. Мобилизации больше не будет. Но все факторы, о которых пишут эти журналисты, свидетельствуют о том, что действительно это таки произойдет. Непонятно когда. То ли весной, то ли во второй части следующего года. Что думаете вы? Ну вот, первая мысль, что Путин выступил перед Новым годом. Что он хочет успокоить народ, что типа, ну, до Нового года точно мобилизации не будет, поэтому пейте там свое сладкое шампанское спокойно, да? Но это с точки зрения здравого смысла. А мы с вами много здравого смысла у Путина, это видим за последние полгода, а? Он вообще там есть хоть сколько-то. Может, как раз наоборот, сейчас он сегодня выступил, а через три дня пошли по всей России грести всех подряд и мобилизовывать. Я просто не уверен, что есть их во что обувать, одевать. Я не уверен, что хотя бы там бушлаты какие-то найдутся, да? Но мы со свечкой не стояли на этих военных складах. Сколько там осталось, сколько там украли. Вы обратите внимание, Гиркин Стрелков сегодня опять начал писать так очень жестко против Минобороны и против в целом всей спецоперации. Ведь он довольно давно уже куда-то пропал. Приехал на фронт якобы, сфотографировался и тишина. Сегодня у него прямо в телеграм-канале пошли такие прям посты жесткие о том, что да все, в общем, вы просрали. Вот такие у него посты и тексты сегодня. Я думал, о, что-то тут неспроста. Он, кстати, вчера тоже писал, ну, по крайней мере, не знаю, как он писал, но многие журналисты писали о том, что якобы он не может принимать участие в этой войне официально, потому что там что-то не получается с документацией, какие-то документы и так далее и тому подобное. Сейчас вот мы уже видим посты в отношении Минобороны, это же не впервой, да? И в отношении Путина, и в отношении Шойгу, и других лиц тоже он не сдерживал никогда критику. Ну, мне кажется, он молчал, вот, ну, недели две точно молчал, а может больше, я вот точно не понимаю. Когда вот появилась какая-то фоточка, где он там нарядился в камуфляж, и он непонятно где находится, но якобы на фронте, его кто-то не пускает, а кто-то пускает. Ну, не пускают тебя официальные Минобороны к Пригожину попросись, тут же тебя пустят, и все у тебя будет хорошо. Поэтому это все лукавство. Какие бумажки? Война идет, господи, боже мой. Не-не-не, то, что он перешел в наступление на Минобороны, да, скорее свидетельствует о том, что это Пригожин перешел в наступление на Минобороны. Почему? Почему Пригожин почувствовал, что сейчас у Минобороны России как-то что, положение стало хуже? Или просто у Пригожина стало положение лучше? Или сейчас самое время перейти в Минобороны, на наступление? И вот опять Путин выступает тоже на тему мобилизации. Значит, что-то там не так все хорошо, не так просто, да, и поэтому, видите, задвигались игроки внутри вот этой вот системы, да. Путин выступил, так сказать, Стрелков заговорил, а значит, скорее всего, это Пригожин. Вот как-то так. А что, кстати, это может, то есть какую цель он преследует? Свои люди в Минобороны, значит, я не знаю, сместить Шойгу, продолжать пилить деньги дальше, или же выслужиться перед Путиным. Что, какая главная у него цель? Ну, у меня ощущение, что Пригожин ведет личную избирательную кампанию, что его задача не какая-то сиюминутная. Отставка Шойгу ему плевать. Он будет также плевать генералов, которые будут вместо Шойгу, например, да. Но он, так сказать, демонстрирует все большему количеству людей, что он очень крутой. У него есть своя армия, что он много может, что он может и ругать больших начальников, и воевать на фронте успешно, и не знаю, там. И к нему начинают подтягиваться всякие разные. Ведь то, что он говорит, это же еще и работает на элиту внутри России, которая тоже же мечется. Она думает, господи, боже мой, уже Херсон сдали, дальше что, куда, да, к кому прислониться, кто, кто, кто следующий, кто будет центр силы? О, Пригожин. Смотрите, какой он крутой, какой он борзой. Надо уже держать уши по ветру в сторону Пригожина. Вот, наверное, его стратегия такая, да, стратегия, да, а конкретные сиюминутные цели сейчас не имеют значения. Он, я думаю, действует как вдохновенный артист. Знаете, он поет, и куда там его занесет, какую он ноту сейчас возьмет, кому кувалду пришлет, кому не пришлет, он не знает. Сегодня он на этого Слуцкого наехал, который возглавляет ЛДПР, да. Серьезный наезд, классный. Слуцкий действительно очень неприятный персонаж. И действительно его вот эти вот там приставания к женщинам, это прям такая вот недостойное, так сказать, поведение, и все на свете. То есть Пригожин хорошо, так сказать, позиционирует себя, что он против всякого вот, против чмо. Он против чмо, понимаете? Ну вот. А если смотреть глобально на вот эти амбиции, в таком случае здесь что нужно усматривать? Президентство будущее где-то там в очень далекой перспективе, или же свои люди в парламенте в рамках чего? Единая там политсила или единая, ну своя политсила, единая Россия или как? Вот партия Ястребов. Вот на это расчет или на что? У меня ощущение, что он выдвинет кого-то перед собой. И на мой взгляд, он перед собой выдвинет какое-то небольшое там политбюро, три человека. Я считаю, что это будет там, не знаю, ну например, Грудинин. Кто-то, годящийся Грудинину в сыновья, возраст 35 плюс-минус, и скорее всего это будет женщина-предприниматель. И третий должен быть какой-то писатель, лидер мнений, которому, так сказать, вот верят, не знаю, ну не как Солженицыну, про него, я думаю, подзабыли. А, так сказать, ну вот Проханов мог бы быть, но Проханов, во-первых, староват, во-вторых, по-моему, зарапортовался с политикой, с геополитикой. А будущая, так сказать, власть, она будет дистанцироваться от геополитики. Вот в России тот, кто захочет прийти к власти после Путина или вместо Путина, он, мне кажется, заговорит, что, ребята, Россия проиграла войну, мы ничего не можем сделать, мы, так сказать, тоже не любим НАТО, но деваться нам некуда. И поэтому мы теперь будем заниматься своими делами внутри России. И как бы вот те русские, которые до сих пор ненавидят НАТО, Украину, слушают эту ахинею по телевизору и верят, они скажут, а что, нормальные ребята, точно, действительно, у нас много внутренних проблем, у нас там и коррупция, и там ЖКХ плохой, и тут воруют, и тут воруют. Давайте действительно займемся делом, а как бы про Крым наш пока говорить не будет. Ну что ж, проиграли войну, так проиграли. Бывает, типа ее Путин проиграл, да? А этот хороший парень, вот он трех посадил перед собой, они отличные ребята, а то, что у них за спиной стоит Пригожин, мне кажется, это будут знать только умники и вот, так сказать, обсуждать политические обозреватели. А народ будет по телевизору вот потреблять вот этих трех новых правителей России, и они не будут ни президентами, ни парламентом, они будут именно вот каким-то комитет по спасению России. Это будет вот какая-то такая структура. Продолжение следует...